Российский оппозиционер Алексей Навальный Станция, пропускной и пограничные пункты и бесполетная зона Также, по данным Навального, на участке есть собственный вход в тоннель, который построен по аналогии с московским метро Он ведет на пляж к Черному морю, так как особняк находится на горе Навальный также заявляет, что к этому объекту невозможно подобраться ни по земле, ни по воздуху, ни по воде, в силу его архитектурных особенностей Площадь земельного участка, на котором располагается возможный дом президента, составляет 7800 гектаров земли На участке есть, по данным политика, 300 гектаров виноградников, винные заводы, шато, а также устричные фермы, дендрарии, оранжерея, две вертолетные площадки и чайный домик, гостевой дом, которому ведет большой мост Кроме того, Навальный предположил, что вместо третьей вертолетной площадки построили подземный хоккейный комплекс Также на территории участка есть гаражный комплекс, много бытовых построек, которые необходимы для обеспечения дома коммуникациями, общежития для сотрудников и здания штаба Площадь дома, в свою очередь, составляет 17,6 тысячи квадратных метров Внутри, согласно представленному Навальным генплану дома, есть бассейн, спа-зона с массажным и косметологическими кабинетами, сауна, хамам, купель, аквадискотека, который выглядит как большой фонтан, в котором можно сидеть Также есть комната для персонала, врачи, повара, управляющие, гардероб для официантов, несколько цехов, мясо рыбной, овощной, выпечки, обработки яиц и даже склад грязи Кроме того, по данным с видеоролика, внутри дома есть коктейль-холл, домашний кинотеатр, дегустационная комната, винный погреб, тренажерный и музыкальный залы, а также библиотека Привет, это Навальный, и это расследование мы придумали еще когда я находился в реанимации, но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого фильма думал о том, что мы его боимся и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей И один из этих зрителей, самый преданный поклонник нашего творчества, по приказу которого меня отравили, Владимир Путин, вот он точно смотрит сейчас и сердечко его сжимается от ностальгии У нас не просто расследование, а в каком-то смысле психологический портрет, что ли Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши Не просто помешанного, а буквально готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом Поэтому вот здесь очень символическое место для того, чтобы начать наш фильм Напомним, что 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии Самолет «Политика» должен был приземлиться во Внуково, однако по техническим причинам судно направили в Шереметьево Там Навального сдержали после прохождения паспортного контроля Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора, должен был регулярно отмечаться по делу и в Роше Но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки Накануне Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток 23 января штабы Навального планируют провести всероссийскую акцию протеста за его освобождение Все очень просто Вы отказываетесь проследовать? Нет, он не отказывается, он хочет проследовать вместе с адвокатом, который у него есть и есть Я хочу сказать вам, что в противном случае он будет принимать физическую силу и специальность Не надо, давайте просто припустить своего адвоката Значит, смотрите, вы его задерживаете, все документы у меня, вы слышите меня? Документы у меня, которые вам тоже нужны Постановление суда, постановление ФСИНа, все заявления Ваших же интересах меня пропустить с ним вместе Потому что ФСИН говорит одно, у нас есть решение суда по этому поводу Пишешь? Значит, я не понимаю, что происходит Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда Какие-то люди меня снимают на камеру Какие-то люди сидят в зале Называется это все открытое заседание Химкинского суда И рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки Это просто, ну я много видел насмешек над правосудиями Но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится Что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойки уголовно-профессуальный кодекс Это невозможно то, что происходит здесь Это просто какой-то наивысшей степени беззакония Никак иначе я это назвать не могу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok